У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Издатель газеты «Наша версия» в Саратове Леонид Фитлихер обратился к президенту. В своем письме бывший депутат Саратовской городской думы просит Дмитрия Медведева защитить его от политической расправы, которую, по его сведениям, готовит руководство регионального отделения «Единой России» и правоохранительной структуры Саратова. С чем связано ваше обращение? Для меня очевидно. Это организованная группа, в которую входят воскопоставленные оборудования из правоохранительных органов и чиновники, которых разоблачает наша газета. Цель одна – посадить меня и пожелать не убить. Публично заявляют, пока фитлихера не арестуем и не посадим. Он не даст нам нагло, ничего не стесняется, открыто нарушать закон и описывать это в своей газете. Два года незаконное уголовное преследование. После того, как я на круглом столе, в священной борьбе с коррупцией, назвал Ланду Александра Соломоновича шутом. Причем в опросительной форме. Вообще, шут – это что такое? За шут можно разбужать, спорте с человеком, уголовное дело. В России – это нонсень. За слово «шут» возбудили уголовное дело. Взять эту подписку о невыезде. Два года они вели уголовное преследование. В 2007 году по 2009. Все закончилось с моим полным оправданием. Причем мне принесли извинения, и суд меня полностью оправлял. Ланду Александр Соломонович – один из главных деятелей партфункционеров. И на России, и в Саратовской. Директор Суздоконотворчества. Депутат областной думы. Это опасный негодяй. Если, откуда, ничего больше они не нашли, как предвидительное обвинение по статье оскорбления за слово «шут». Сейчас реализуется новая попытка уничтожения меня. Насколько я знаю, издаваемой вами газеты наша версия не раз публиковала острые, порой даже сенсационные материалы, где рассказывала о случаях коррупции и злоупотреблений. Наша газета писала не только о нецелевом использовании учебного корпуса Саратовского государственного университета, который продолжал три года и полностью выявил. Кстати, мы добились того, чтобы они съехали оттуда. Наша газета привела многочисленные факты по поводу госдокупка, о которой говорит президент, на десятки миллионов рублей. Завышенные сметы, завышенные расходы, завышенные ценности. Еще много разных фактов, различных преступлений. Многомиллионный ущерб государству. И этому оценку до сих пор никто не дал. Вашему обращению к президенту говорится не только о борьбе с коррупцией, но и о проявлении их экстремизма в отношении вас. Эти вещи как-то связаны друг с другом? Да и я в 2008 году отправлял президенту письмо и прикладывал в томный перечень публикаций. Это длительная антисемитская кампания в прессе, подконтрольная определенным силам. Очерняющие меня, которые затрагивают даже и не одного меня. И не только национальности, которые я представляю, но и все другие национальности. Мы на национальном государстве живем. Как вам нравится вообще фраза, что только православный тип хозяйствования может быть успешен? И не просто нарушается моя права. Идет уничтожение меня, преступной группы. Я на территории Российской Федерации все законные методы защиты использовал. Последнее, куда я могу обратиться, это к президенту, который является гарантом Конституции. Я жду от него защиты и надеюсь на нее. Своим обращением к президенту Леонид Фитлихер, издатель саратовской газеты «Наша версия», также рассчитывает предать огласки факты, которые долгое время пытаются скрыть саратовские коррупционеры.